Мало кто знает, что за всю историю Череповца в городе был не один театр. Раньше, до революции, череповчане самостоятельно собирались и устраивали театрализованные представления. Мест для показа спектаклей тоже было несколько. Актеры-любители давали представления даже под открытым небом. Принять участие в спектакле мог любой желающий. И, по словам музейных работников, получалось это у них очень хорошо. Представления народного театра всегда пользовались популярностью. И если сейчас горожане могут только посмотреть спектакль, то раньше представления сопровождались сразу несколькими мероприятиями. После спектакля горожане не расходились и оставались на танце, проводили чаепития. На них публика делилась своими впечатлениями о просмотре постановки. Об этом свидетельствуют сохранившиеся афиши. Особой популярностью на выставке пользуются афиши начала прошлого века. Это самые старые экспонаты, сохранившиеся в музейном фонде относительно театра. Примечательно, что этот костюм использовался примерно в то же время и был изготовлен когда-то из церковного одеяния. Всего на выставке представлено четыре сохранившихся костюма, которые использовались артистами предположительно в начале 20 века, когда только началось развитие профессионального театра в Череповце. Еще несколько костюмов, которые череповчане могут увидеть не только на выставке, но и в известных спектаклях. Здесь же фотографии выдающихся череповецких актеров и режиссеров столетней давности и наших дней. Их рабочие тетради, музыкальные инструменты актеров. Всего на выставке представлено порядка 150 экспонатов. Тема очень объемная. Театров в нашем городе было много в разные периоды истории. Хотелось отразить как можно больше, но зал, видите, достаточно небольшой. Поэтому сколько сумели, столько и представили материалы. Выставку подготовил исторический музей. На ее подготовку ушло около месяца. Экспонаты отыскали в музейном фонде, камерном театре, филармоническом собрании, а также из частных коллекций череповчан. Познакомиться с экспозицией можно до 31 марта.